Уважаемые товарищи, я пригласил вас в этот зал для серьезного мужского разговора. Такой разговор недавно состоялся с руководящим составом Министерства обороны. Разговор по делу, короткий, и я очень надеюсь, что он будет результативным. Что касается той ситуации, которая складывается вокруг и внутри Беларуси, это лишь вершина айсберга. Именно вы знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких, как инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акции по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут. И, конечно, итог или, конечно, точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли. И вы, как никто, понимаете остроту ситуации. Красноречиво говорят о ней и раскрытые силами КГБ планы по совершению насильственных экстремистских действий в отношении представителей государственных средств массовой информации, судей, депутатского корпуса, сотрудников силовых структур и членов их семей. В 2021 году органами госбезопасности Республики Беларусь во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Но это то, что мы знаем и то, что можем сказать. Благодаря усилиям, в том числе находящихся в зале сотрудников, задокументирована и присоединена деятельность сети так называемых «спящих ячеек» проекта «Рабочий рух», курируемого спецслужбами Соединенных Штатов Америки и Литвы. Участниками данного экстремистского формирования планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов на предприятиях «Гродно-Азот», «Гомсельмаш», «Нафтан», «БМЗ». Для корректировки западной санкционной политики через сеть информаторов осуществлялся и до сих пор осуществляется сбор закрытых данных о механизмах противодействия экономическим ограничениям. Или возьмем, например, референдум по изменению Конституции Республики Беларусь. Мы провели его без происшествий. Но посмотрите, какие надежды связывались с этим событием наши беглые. Разработанный экстремистской организацией так называемый план «Перамо» предусматривал организацию серии терактов на территории страны, что послужило бы поводом для социального взрыва. Кое-кто за рубежом не скрывал, что таковым могла бы послужить провокация с гибелью людей, но это для них вообще был бы подарок, священнослужителей или иной сакральной жертвы. От этих идей они не отказываются и сегодня. К счастью, мы держим ситуацию под контролем. Также не дали желаемого результата все задействованные для срыва конституционной кампании механизмы. Информационная агрессия, попытки кибератак на объекты жизнеобеспечения, железнодорожного транспорта, промышленности, энергетики, правоохранительные органы. При этом я хотел бы из этой череды выделить отдельно те попытки кибератак, которые предпринимались против нас. Это сродни биологическому оружию и еще даже машине. Не надо ни танки, ни пулеметы, ни ракеты высокоточные, ничего не надо. Достаточно совершить массированные кибератаки на экономические объекты, субъекты любой страны. Этого будет достаточно, чтобы перевернуть страну. Поэтому этому направлению борьбы и КГБ, и другим структурам надо уделить особое внимание. Исполнителям названных мною планов поря признать, что свой последний шанс реабилитировать себя перед спонсорами они потеряли в день референдума. Это у них был час пик. Получится, выведут на улицу народ, перевернут страну, деньги дадут. Не получится, денег не будет. Поэтому сегодня на голодном пайке рыщут по всей планете, от Соединенных Штатов Америки до Японии, чтобы найти деньги. Не получилось. Начали под разные программы, в данном случае на войну в Украине. Слушайте, нет войне, нет войне, кричат везде, а формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан. А под это просят деньги. Но ясно, что если даже деньги диаспора или кто-то за рубежом соберет и направит им, то 99% этих денег осядет у них в карманах, как это было до сих пор. Наконец-то Запад начал это понимать. И деньгами не разбрасываются. Ну, может, потому что уже у самих не так много их. Собственно, уже после провала мятежа ставка была сделана на новые лица. На это обратите особое внимание. Санкции, которые, по мнению западных кураторов, возглавят протесты. Причиной которых, по расчетам заказчика, станет эффект от санкций. То есть санкции возбудят народ, взбудоражат, и они потом сядут на этого коня. Должен сказать, что ничего из этого не получится. Вы это понимаете, скоро поймут и простые граждане. Мы не производим ту продукцию, которую невозможно продать на рынках, допустим, России и Китая. Я уже не говорю о том, что мы сегодня торгуем, наверное, ну где-то со ста странами, если не больше. Но нам достаточно даже этих рынков и ту продукцию, которую мы производим, слава Богу, она всегда будет востребована на этих рынках. Сейчас закончились переговоры делегаций России и Беларуси в развитии моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придет время об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе. Что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Поэтому мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать. Примерно по тем же, можно сказать, ценам, примерно, как в Российской Федерации. То, что мы всегда требовали от России. И там будет востребовано все, что мы производим. И легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим на этом огромном рынке в России и Китае, нужно будет. Поэтому нашим людям не надо бегать по зауголью, по закоулкам, где бы это выменить доллар на рубль. Ну, выменили, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Скорее, наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать. Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона, пятая колонна, это, повторю, уже другие люди. Тут они делают правильно. Замусоленные лица надо менять. Они обучаются под эгидой спецслужб США, стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств по аналогии с Абвершколами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им. Уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой «новой элиты» в различные сферы нашего общества. В государственный аппарат, прежде всего, силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации. Ставятся задачи ползучей трансформации белорусского государства в интересах Запада. Распродажи наиболее ценных экономических активов, изменение политического курса страны. Изменение политического курса – это и есть попытка передела сфер влияния в регионе. Очевидно, что конечная цель – Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. Событие, которое происходит вокруг Украины, является прямым тому доказательством. Ну, я уже иногда говорил, наша вина только, уважаемые друзья, в том, что Господь взял и поселил нас вот здесь, в центре Европы. Не обойти, не объехать. Кажется, и страна небольшая, но все шли через нее, спотыкались, падали, поднимались, ползли, но шли. Ну, на злобу, 1812 год, Первая мировая война, но и середина прошлого столетия. Вы помните, в 1941-1945 годы, во что они нам обошлись? Наш народ в чем-то был виноват? Нет. Так будет всегда, потому что интересы пересекаются через Беларусь. И нам надо выстроить так политику, чтобы удержать свою страну, как бы ни было трудно. Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть, вы это лучше знаете, чем другие люди. Мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть. И даже лучше. Поэтому нам там делать нечего, и нас туда не зовут. Но наша задача, это очень важно в любом бою, не только в войне, предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда. Это будет сродни предательству. Я об этом сказал первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно, как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге. Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси, удар по нашей территории ракетой Точка-У, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк, то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит. Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы, если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим. Как я уже говорил ранее, все, о чем я говорю, это новая реальность, в которой нам предстоит работать и после завершения операции в нашей родной и близкой нам Украине. Нашу экономику, как и прежде, будут испытывать санкциями. Но мы можем их преодолеть. Мы их преодолеваем. В силу того, как я уже сказал, что все, что мы на 90% получаем для производства в России и то, что мы продаем в основном в Российскую Федерацию. Нам надо отладать платежи, но у нас достаточно ума у наших специалистов и в Национальном банке и в правительстве для того, чтобы решить эту проблему. Мы ее решаем. Но посмотрите, кто бы мог подумать. Мы все время, ваши жены, некоторых, куда ездили? Тряпки покупателей и еще чего-то. В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще чего-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту. Что сегодня происходит? Сегодня граница была закрыта. Боялись ковида с Беларуси. Но дело же не в ковиде, вы же понимаете. Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят хотя бы немного муки, гречки и соли. Ну, благо, мозор-соль работает. Можем тоннами, тысячу тонн продать этой соли. Это тоже наша возможность, чтобы вы знали. Еду, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать. Поэтому все образуется и стабилизируется. Если мы, как я говорю, голову в руках и мозги будем держать и понимать, о чем мы хотим. Попытки запугать людей, склонить к предательству, чтобы дезорганизовать работу на их более крупных промышленных предприятиях, объектов транспорта, энергетики, связи будут продолжаться. Информационная агрессия будет увеличиваться. На дискредитацию государства в глазах населения брошены огромные ресурсы. Отмечу, что на данный момент органами госбезопасности принимаются все необходимые меры по защите наших национальных интересов. Благодаря слаженной работе силового блока по выявлению и локализации угроз на ранней стадии успешно, решаются задачи в сферах разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и противодействия терроризму. Благодаря все-таки слаженной работе вашей и МВД нам удается сдерживать эти атаки. Притом, заметьте, я особо вас не тащу сферу сельского хозяйства, промышленности и так далее по отдельным только элементам. Вы занимаетесь своим делом. Разведка, контрразведка, защита конституционного строя и прочие антитеррористические мероприятия. Это ваш хлеб, который вы должны кушать. Если ситуация обострится до невозможного, первым, кому я об этом скажу и посоветуюсь, это с вами. Поэтому каждый, как я говорил, должен заниматься сегодня своим делом. Дисциплина должна быть жесточайшая. Как только расхлябанность пойдет, особенно в ваших родах, повторим то, что было в 2020 году, но удержать страну не сможем. Одной из мер защиты трудовых коллективов, студенчества, работников здравоохранения и иных социально значимых сфер от деструктивного воздействия является создание надежной системы контрразведывательной защиты государственных предприятий и учреждений. Вы знаете, что по данному вопросу мною приняты конкретные решения, отданы распоряжения правительству, КГБ и иным заинтересованным. В ходе сегодняшнего совещания хотел бы услышать, как они реализованы на практике, какие имеются проблемные аспекты, требующие реагирования на уровне президента.